Мальчишек, радостный народ, коньками звучно режет лед. В Магнитогорске прошел турнир по хоккею среди детских дворовых команд. Принимал гостей стадион поселка Цементников. Как развивается любительский спорт сегодня, расскажем далее. Игра нормальная, соперники трудные. Почему? Ну, они с металлурга, а мы дворовые. Однако играют ничуть не хуже. За каждую шайбу ребята сражаются изо всех сил. За победу боролись три команды. 12-й участок, поселок Цементников и 135-й микрорайон. Среди игроков, к слову, не только мальчишки, но и девчонки. Алена и Полина ждут своего матча. С Клюшкой и Шайбой дружат уже не первый год. Пока выходят только на городские турниры в мечтах покорить большой лед. Хотя бы сыграть там какой-нибудь турнир с женской лигой. Я хочу, ну, как минимум, поехать на чемпионат на какой-нибудь со своей командой. А там уже дальше посмотрим. Хоккейный турнир на Кубок металлургов проводится в городе уже не первый раз. Он носит статус городского. В этом году его решили провести на хоккейной коробке в поселке Цементников. Этой площадке уже более полувека. Заслуженный тренер Александр Барышников вспоминает. Во молодые годы сам играл на этом льду. Говорит, были трибуны, раздевалки и даже табло. Она здесь еще в мою молодость Цементник играл. Я приезжал сюда играть. Это настоящая нормальная хоккейная коробка. Однако, былых условий нет уже давно. Даже небольшую павильон и раздевалку, где команды ждут своего матча, установили только в прошлом году. Инициатором возрождения хоккейной коробки стала Магнитогорская федерация ветеранов спорта. Хотим, чтобы были условия у детей. Элементарно, а просто даже собраться и поиграть в футбол. Зимой собраться, поиграть в хоккей. То есть, не было теплой раздевалки. Люди приезжали, как бы на морозе играли, тут же переодевались. То есть, уже турнир никак не проведешь, никакой здесь не соревнований, ничего. Это просто как для массовых катаний. Ну, как бы, таким образом мы не завлекем детей, не соберем команду. Обустройством площадки активисты заняли, чтобы у мальчишек и девчонок, мечтающих о достижении в ключевом для магнитки в виде спорта, был шанс реализовать себя. Турнир организовывается для того, чтобы привлечь как можно больше детей к дворовому виду спорта. Сейчас это очень сложно делать, так как нет условий никаких. Пытаемся создать условия. Павильон для раздевалки Иван Павлович Корлов нам выделил. Сейчас вот выиграли президентский грант, будем строить здесь футбольное поле. Так на грантовые деньги удалось начать реконструкцию футбольного поля. В планах также и реставрация самой хоккейной коробки. В частности, необходимо заменить старые деревянные борта на пластиковые и улучшить освещение. Елена Вишнякова, Мария Клименко, Александр Моргунов, информационная служба, медиагруппы «Знак».